друзья всем огромный привет вы на канале art photo life меня зовут серджа и сегодня мы продолжаем с вами изучать крутую брутальную обработку фотографий которая называется black style и сегодня у нас второй урок мини курса если вы не видели первый урок обязательно посмотрите потому что там мы заложили базу в принципе там уже научились создавать классные черно-белые фоточки с некоторыми вставками ярких красочных цветных объектов ну и какой же black style если в нем слишком много белого цвета мы сегодня научимся белый цвет превращать в черный и как это делать я покажу на достаточно банальной и простой фотографии почти такой же которая была у нас на первом уроке если у вас нет подобного снимка вы можете скачать его в описании к этому видео и потренироваться вместе со мной в обработке самый главный метод который мы сегодня изучим и он подойдет абсолютно для любого объекта будь то крутая тачка кот или белая футболка или платье неважно и мы совсем скоро приступим с вами к изучению этого метода а сейчас буквально пару слов для тех кто только к нам присоединился и так друзья если вы впервые на моем канале то не забудьте конечно же подписаться потому что это поможет вам получать уведомления о новых и полезных уроках по крутой стильной блогерской и не только обработки фотографий далее у меня есть для вас подарок вы можете зайти в мою группу вк или в инсту и получить в подарок два набора моих пресетов ссылки на все паблики в описании если вас интересует более продвинутая крутая обработка то вы можете ознакомиться с примерами обработки пресетов уровня про это все тоже находится либо вк либо в инсте но если ты любишь получать информацию немного раньше других то не забудь подписаться на мой яндекс дзен там те же самые видео выходят в тот же самый день но пораньше ссылочки на все паблики которые я упомянул будут находиться в описании к этому видео но мы не будем больше терять времени и полетели а сегодня друзья мы с вами начинаем с pixart итак открываем pixart нажимаем внизу плюсик и добавляем нашу фотографию с которой мы сегодня будем работать далее друзья внизу выбираем эффекты внизу в панельки ищем цвет и выбираем здесь такой фильтр который называется раскраска кликаем на него теперь перемещаемся верхнюю панель кликаем ластик теперь опять в нижнюю панель кликаем инверсия теперь выбираем кисточку двумя пальцами увеличиваем нашу фотографию еще раз жмем на кисточку выбираем размер резкость старайтесь чтобы кисточка была резкая но чуть-чуть смазаннее чем край вашего объекта для того чтобы ваша обработка получилось более плавный более аккуратный и теперь аккуратненько увеличивая фотографию и передвигая также двумя пальцами мы начинаем красить наш белый цвет аккуратно вот в такой вот красивый бирюзовый если вы случайно вылезли на соседнюю область вы можете последнее действие всегда отменить верхней стрелочкой если же вы заметили что вы накосячили то просто внизу выбираете ластик и аккуратненько почищаете те места где вы зашли на ненужную область при этом белых пятен у вас не должно оставаться иначе у вас будет брак отдельные области на объекте вы можете оставить в его родном цвете для того чтобы это выглядело ярким красивым пятном как на этой фотографии красная пятка рыбок для того чтобы работа двигалась быстрее маленькой кисточкой обрабатывайте края а большой кисточкой обрабатывайте внутреннюю область старайтесь даже по краям не оставлять белые полоски если пальцем у вас получается не очень удобно ну тогда придется обзавестись стилусом чтобы вам было удобнее выполнять эту ретушь поворачиваете телефон а если у вас при этом и вращается экран то нажмите на замочек чтобы заблокировать поворот экрана закончили красить белый в бирюзовый цвет нажимаем сверху справа галочку нажимаем готово теперь опять идем в эффекты опять идем туда же в цвет в раскраску нажимаем еще раз на иконку раскраску здесь верхний ползунок тон полностью вводим влево выбираем дальше усиление далее идем вверх опять нажимаем на ластик делаем опять инверсию выбираем кисточку вроде бы ничего не изменилось но если теперь мы начнем проводить кисточкой мы с вами получим вот такой вот красивый черный графитовый цвет при этом при его проявлении у нас сохранится вся текстура все необходимые тени и это будет выглядеть круто и достаточно естественно но все зависеть будет от вашей аккуратности поэтому также меняем размер кисточки и аккуратненько проходимся еще раз работа кропотливая но она того стоит закончили ретуши нажимаем сверху галочку сохраняем фотографию стрелка вниз далее друзья открываем snapseed открываем только что полученную фотографию вспоминаем как мы работали в прошлом уроке идем в инструменты выбираем чб теперь в каналах выбираем наиболее интересный черный цвет дальше переходим в профиле выбираем здесь настроечки если необходимо добавляем своих регулировок пожалуй как то так кликаем галочку теперь сверху нажимаем на значок со стрелкой посмотреть изменения кликаем на слой чб выбираем кисточку слева второй значок реверсируем наше изображение и теперь увеличиваем и возвращаем тот свет который мы хотим видеть цветным значение 100 и мы можем убрать аккуратненько что-то лишнее где мы на портачили значение 0 и продолжаем возвращать цвет в отличие от первого урока в этот раз я вернул не все цвета а только сделаю некоторые наброски ярких цветных красных пятен нажимаем глазик и смотрим где мы с вами накосячили накосячили с вами мы вот здесь вот и здесь нам нужно маску очистить наиболее подробно про маску я рассказал в первом уроке выбираю 100 и здесь аккуратненько возвращаю маску как вы помните маска это для облегчения работы специально чтобы мы не накосячили поэтому она не останется на фотографии она лишь нам только нужна для того чтобы наиболее аккуратно и ювелирно выполнять ретушь нажимаем на глазик и мы увидели вот такую вот фотографию в прошлом видео уроке мы с вами сохраняли переходили в lightroom и накладывали пресет вы можете сделать то же самое но давайте мы попробуем затонировать теперь здесь непосредственно в снапсид я вам покажу еще парочку инструментов кликаем галочку сверху кликаем на стрелочку в левом углу переходим в инструменты добавим виньетку при помощи такого интересного инструмента как винтаж я обычно здесь выбираю 12 профиль и настройками слегка довожу интенсивность стиля степень виньетирования это чисто субъективизм делайте на свой вкус каких-то особых рецептов не существует кликаем галочку дальше идем в инструменты выбираем кривые снизу кликаем на кругляшок выбираем красный канал у нас такая же кривая как в lightroom и мы давайте с вами намутим красивый черный цвет и так самую нижнюю левую точку я слегка отвожу где-то примерно на треть стороны квадрата далее я перехожу в зеленый канал теперь как вы видите мы видим нашу кривую ну которая прямая красного канала теперь я беру также в зеленом канале двигаю нижнюю точку но ставлю ее где-то примерно на середине между белый и красный отлично далее идем в синий канал самую нижнюю точку который называется . черного я слегка приподнимаю прям чуть-чуть и теперь точку на пересечении нижних квадратов я слегка прижимаю вниз чтобы самый центр этой кривой прямой выставился на свое родное положение на середину примерно вот так вот кликаем галочку и все теперь нам осталось сохранить фотографию наш черно-белый заиграл такими легкими серебряными оттенками это выглядит намного интереснее чем просто черно-белая фотография как настраивать экспорт я вам рассказывал в прошлом видеоуроке нажимаем экспортировать наша фотография сохранена друзья теперь смотрите я вам покажу что надо делать если вы накосячили как я в этом случае специально или не специально неважно вот например я забыл на этой фотографии вернуть ногам естественный цвет кожи что нам делать чтобы поправить эту ошибку ну не обрабатывать же заново нет конечно идем наверх кликаем на значок со стрелкой выбираем посмотреть изменения вспомним где мы фотографии возвращали цвет это было на слое который называется чб возвращаемся суда выбираем кисточку увеличиваем фотографию далее кликаем галочку кликаем на самый верхний слой с которым мы работали и возвращаемся назад как вы видите у нас все вернулось все на месте и сверху лежит тонировочка как вы заметили что пятка которая была красный она потеряла свой цвет это потому что я суда наложил такую достаточно активную виньетку это также можно поправить нажимаем на значок со стрелкой посмотреть изменения теперь переходим винтаж именно он украл у нас этот красный цвет еще раз выбираем кисточку инверсируем и делаем слегка по ярче красный цвет кликаем галочку возвращаемся на верхний слой верхнюю стрелочку вернулись назад фотографии и выполняем экспорт давайте посмотрим какое изображение было и какое изображение стало по моему очень даже нехило ну что ж друзья согласитесь что это было достаточно легко но все теперь вы владеете этим крутым методом принципе мы с вами все прошли что касается обработки стиля black style но если у вас будут какие-то вопросы обязательно пишите если их накопится определенное количество мы с вами продолжим этот мини курс сколько необходимо будет сделать для него уроков столько мы и добавим а я вам напоминаю что вы на страничке интерактивные фотошколы арт-фотолайф я спикер фотошколы серджио на этом все друзья творческих вам высот всем пока и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...